добрый день уважаемые зрители и слушатели мы продолжаем наши видео уроки по истории нового времени продолжаем говорить о 19 веке и в наших ближайших видеороликах мы покинем на какое-то время старушку европу переберемся за океан туда где 19 веке стремительно набирает силу молодая и очень зубастая страна возникшая в самом конце 18 века конечно я говорю о соединенных штатах америки ближайшие ролики у нас будут посвящены именно сша наши лекции по обществу знанию доступны на busty и спонсор так уж получилось что самого начала соединенные штаты америки это была страна эмигрантов это были белые переселенцы которые из европейских стран в первую очередь из англии переселялись за океан в поисках лучшей доли и вот этот процесс миграции процесс постоянного притока населения из европы в течение 19 века почти никогда не прекращался массовая эмиграция в соединенные штаты америки въезд большого количества европейских переселенцев было характерной чертой развития американского общества за первые 20 лет 19 века до 1820 года на территорию соединенных штатов въехала до 250 тысяч европейских эмигрантов за последующие 30 лет до 1850 это число увеличилось в 10 раз два с половиной миллиона эмигрантов в основном из стран европы приехали искать лучшие доли в соединенные штаты америки население соединенных штатов растет стремительно если в начале века в 1800 году соединенных штатах америки насчитывалось 5 миллионов 300 тысяч жителей то к середине века мы уже видим 23 миллиона 200 тысяч жителей это конечно не только переселенцы в соединенных штатах америки тоже происходит демографическая революция бурный рост населения но вот такой рост вызывает необходимость присоединять к сша новые и новые территории узкая полосочка вдоль атлантического океана на которой расположились изначальные 13 штатов сша уже не могла вместить такую прорву населения поэтому весь 19 век соединенные штаты расширяются 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 пока от атлантического океана не доберутся до побережья океана тихого заняв широкую полосу поперек всего североамериканского континента в первую очередь сша расширяются на юг и на запад естественно расширение территории сша было связано с конфликтами но во первых к югу и западу сша как впрочем и к северу располагались колониальные владения европейских стран к северу от сша английская британская канада к западу французская луизиана к югу испанская флорида но эти территории формально принадлежавшие европейским странам по крайней мере европейские страны так считали были населены местным населением коренными американцами индейцами индейские племена находились на разном уровне развития многие до сих пор застряли в первобытном обществе и для белых американцев вот это их культурное превосходство экономическое военное превосходство было основанием для того чтобы индейские территории без застенчиво захватывать дескать мы этим варварам несём цивилизацию правда надо иметь ввиду что далеко не все индейские племена в своем развитии отставали от белых американцев известно например пять цивилизованных племен это народы чироки чикаса чокто крики и семенулы проживавшие вдоль границы сша и вполне себе воспринявшие европейскую культуру например у того же племени чироки существовала своя письменность и даже издавались свои собственные газеты но то что не все индейцы были варварами совершенно не останавливало американских колонистов которые расширяли 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 территории вступая с этими индейцами в жестокие военные столкновения добиваясь выселения их с тех территорий которые для белого человека представляли в первую очередь экономический интерес так в 1834 году на территории племени чироки находят золото и американское правительство угрожая индейцам чироки войной заставляет их переселиться гораздо западнее отдать богатые золотом территории американскому народу вот это переселение насильственное переселение индейцев пяти цивилизованных племен получило название дорога слез потому что во время переселения большое количество людей индейского происхождения погибли говорят о 4000 погибших и это минимальная цифра понятно что не все индейцы были готовы бросать свои обжитые места отдавать их белому человеку за просто так многие брались за оружие между 1775 и 1890 годами между соединенными штатами америки и индейскими племенами произошло более 40 крупных воин американцы воевали с апачами с каманчами с шашонами с семенолами с другими индейские племенами и методы были абсолютно безжалостными еще в 18 веке существовали вполне конкретные расценки когда за скальп каждого убитого индейца американское правительство выплачивало по 200 долларов с теми кто смел восставать против власти белого человека американцы расправлялись достаточно жестоко известен случай что один из индейских вождей знаменитый текумсё после того как погиб был американцами просто ободран с него содрали кожу и пустили ее на ремни для американских солдат это носило такой показательный характер территории отвоеванные от индейцев быстро осваивались в соединенных штатах америки сложилась такая особая социальная группа которых называли пионерами или скваптерами нет это не были люди которые носили красные пионерские галстуки как в советском союзе пионерами то есть идущими первыми называли тех рискованных людей которые отправлялись на запад заселяя необжитые территории с револьвером с винтовкой винчестера со своей семьей они занимали земли распахивали их создавали свои фемерс фермерские хозяйства распространяли территорию сша все дальше и дальше на запад понятно что этот процесс должен был каким-то образом быть согласован с европейскими странами поэтому часть территории соединенные штаты америки просто покупали у своих европейских конкурентов так в 1803 году пользуясь тем что наполеоновская франция сильно занята европейскими делами соединенные штаты америки выкупают у франции территории луизианы огромная территория которая в три раза превосходила изначальные 13 штатов сша причем выкупили ее по довольно таки смешной цене в 7 центов за гектар земли наполеон бонапарт был рад продать эти заморские территории которые не мог оборонять хоть какую-то прибыль франции они принесли с 1810 года начинается проникновение американцев во флориду вообще экономика южных штатов сша была построена на рабовладении в течение 18 века 17 века из африки в америку шли корабли набитые будущими негритянскими рабами и вот это самое негритянское население было главной рабочей силой на американских плантациях надо было расширять американские поселенцы постепенно проникают во флориду в южный штат это вызвало серьезный конфликт с индейцами семенолами военные столкновения с индейцами приводят к рейдам американской армии флорида вообще-то принадлежала испании но испании в эпоху наполеоновских войн начале 19 века тоже были определенные проблемы и в 1819 году сша фактически вынудили испанию отдать флориду соединенным штатам америки флорида перешла в состав сша хотя индейцы семенолы населявшие этот новый штат не прокручались сопротивление возможно кто-то из вас читал знаменитую книгу майна рида от сеола вождь семенолов от сеола был одним из лидеров вот этого самого индейского сопротивления сопротивляясь американским колонистам что интересно вынудив испанию отдать флориду соединенным штатам американцы пообещали испанцам что они не будут претендовать на соседний штат техас продолжавший оставаться испанской колонии но как мы дальше увидим техас техасские богатые земли для американских колонистов и плантаторов представляли большой интерес с 1821 года техас принадлежит не испании он принадлежит мексике латиноамериканской стране которая возникла в результате борьбы за независимость и видимо американцы которые обещали испании неприкосновенность техаса решили что на мексику эти обещания не распространяются тем более что на территории мексики мексиканские власти запретили использование рабского труда на чем же будут делать прибыль американские плантаторы понятно что эти американские плантаторы явочным порядком заселившиеся на территорию техаса основавшие там свое хозяйство отказываться почти бесплатного труда рабов совершенно не желали лучше мы техас от мексики оторвем в 1836 году начинаются боевые действия белые колонисты расселившиеся в техасе требуют независимости мексиканский диктатор антонио де санта она идет против них с карательной экспедицией но эта экспедиция заканчивается категорически неудачно техасские рейнджеры разгромили мексиканского диктатора при огромной поддержки соединенных штатов и поддержки финансовой и поддержки добровольцами немало американских волонтеров ехали помогать братскому техасу отстаивать его независимость от коварной мексики какое-то время техас был независимым но в 1845 году попросился в состав соединенных штатов референдума там конечно не проводилось но соединенные штаты с удовольствием приняли еще один штат в свой состав при этом рабство в техасе по американским законам было сохранено в том же так раз два три на следующий 1846 год соединенные штаты улаживают отношения с британией относительно западного штата орегон северная часть штата орегон осталась в составе британской канады а южная часть штата орегон стала очередным штатом соединенных штатов америки я очень часто говорю слово штаты да ну так уж получается тогда же в 1846 году соединенные штаты еще раз начинают воевать с мексикой начинается американо-мексиканская война в которой сша продемонстрировали свое полное военное превосходство в результате этой войны мексика потеряла 55 процентов своей территории наверное сегодня для многих удивительно что калифорния нью-мексико аризона невада юта колорадо да и тот же самый техас все эти штаты когда-то входили в состав мексики но после американо-мексиканской войны соединенные штаты фактически забирают эти территории теперь они не мексиканские теперь они американские американская экспансия 19 века заканчивается выходом к берегам тихого океана но в 1867 году америка еще раз расширяется выкупив территорию аляски у российской империи за чуть более чем 7 миллионов долларов все вот эти территориальные расширения сша были связаны с внешнеполитической концепцией американского государства американцы добившись независимости от британии в ходе войны за независимость вступив в серьезный конфликт в 1812 1814 году с британией американцы называют вторая война за независимость добились действительно того что их государство теперь не зависит ни от кого но для соединенных штатов государства капиталистического было важно иметь собственные колонии пускай не формальные но по сути дела и в качестве таких колоний конечно американцы рассматривали весь континент и северную и южную америку америка для американцев так сказал в 1823 году знаменитый джеймс монро президент соединенных штатов человек который выразил вот эту идею идею о том что европа должна заниматься своими европейскими делами а американский континент эта зона закрытая для вмешательства европейских держав эта концепция получила название доктрины монро взялась доктрина монро тоже нет на пустом месте в начале 19 века бывшие испанские португальские французские колонии в латинской америке ведут яростную борьбу за независимость и одна за другой провозглашаются латиноамериканские республики то будет их главным экономическим партнером конечно американская буржуазия хотела чтобы это была американская буржуазия поэтому конкурентов из европы соединенные штаты в америку пускать совершенно не собирались но и ограничивать свои интересы америка и они не собирались тоже воспользовавшись тем что китай потерпел поражение в опиумной войне против британии в 1844 году сша под угрозой своего военного вторжения заставляет подписать китай с америкой неравноправный торговый договор по которому американские предприниматели получали очень выгодные условия для торговли с китаем в 1854 году американская военно-морская эскадра под командованием коммодора мэтью перри подошла к берегам японии япония в тот период была страной закрытой для иностранцев всех кроме голландцев было запрещено торговать на территории японии американский бизнес это не устраивало поэтому командор перри наставил орудия своих боевых кораблей на японскую столицу и заставил японию подписать с американской договор об открытии о свободе американской торговли на японских островах не то чтобы японцы очень хотели но когда на тебя смотрят жерла орудий и не двусмысленно намекают что из них могут извергнуться ядра вольно или невольно будешь подписывать неравноправные договоры так что внешняя политика соединенных штатов в первой половине 19 века это политика экспансии экспансии то есть постоянного расширения распространения своей власти своей зоны влияния если говорить об экономическом развитии соединенных штатов то сша развиваются очень и очень бурно большую роль здесь конечно сыграл приток населения и технологий из европы но немалую роль сыграли и очень благоприятные условия которые есть соединенных штатах огромные американские великие равнины территория в центре сша это территория очень и очень плодородная с очень мягким климатом очень пригодная для земледелия американские переселенцы тогда говорили земли здесь настолько жирны что пальцы остаются сальными поэтому в соединенных штатах очень быстро развивается сельское хозяйство на вот этих ново приобретенных территориях а в городах мы видим промышленный переворот очень быстро развивается капитализм большую роль в промышленном перевороте в сша сыграло то что эмигранты из европы приезжали не с пустыми карманами они привозили с собой европейские технологии так например в 1790 году сэмюэлл слейтер английский переселенец в сша по памяти воспроизводит предельную машину британского механика аркрайта которая позволила увеличить производство тканей в 1814 году фрэнсис лоуэлл другой американский эмигрант приехавший из европы по памяти восстанавливает ткацкий станок который использовался на британских фабриках развитие фабричного производства приводило к тому что и в сша складывается вот этот слой общества наемные рабочие пролетариат среди которых конечно же также как и в европе распространяются социалистические идеи однако вот здесь был один очень важный момент который сознание американского пролетария отличал от сознания пролетария европейского в европе давным-давно все земли были поделены и европейские пролетарии желая добиться социальной справедливости мечтали в первую очередь о нормальных условиях работы и самое главное о нормальной справедливой заработной плате на своих фабриках и заводах многие американские пролетарии работавшие на ткацких фабриках на хлопчатобумажных фабриках на металлургических заводах мечтали не о том что не будут получать достойную зарплату а о том что они смогут получить свой собственный участок земли где-нибудь ближе к западу к границе к фронтиру и станут благополучными американскими фермерами вот это американская мечта свой участок земли свой домик семья и доход который ты получаешь от сельского хозяйства многих пролетариев от борьбы за свои права конечно отвлекали ярким признаком промышленного переворота в сша является очень быстрое развитие транспорта с 1830 года в сша появляются первые железные дороги через 30 лет их уже 50 тысяч километров это на секундочку первое место по протяженности железных дорог в мире соединенные штаты америки в девятнадцатом веке стали страной железных дорог в американский фольклор даже вошло такое явление как ограбление поезда неоднократно американские криминальные элементы откровенные бандиты действующие в тех территориях где не было сильной власти на фронтире на границе грабили проезжающие мимо поезда их пассажиров но особенно конечно их интересовали казначейские вагоны которые перевозили деньги но не только одними железными дорогами жили соединенные штаты америки сша эта страна крупных рек и озер поэтому речной транспортом тоже играл огромную роль в 1807 году знаменитый роберт фултон построил свой пароход клермонт первый пароход клермонт который шел по реке гудзон пароход который стал использоваться как образец для многочисленных копий наладивших сообщения по рекам и озерам сша для того чтобы связать с атлантическим побережьем район великих озер к 1825 году была завершена прокладка огромного длинного канала эри который соединил вот эти вот два экономических района сша и до сих пор используется как важнейшая транспортная артерия соединенные штаты америки выходят и на океанские линии именно американский пароход саванна в 1819 году совершил первый переход через атлантику корабля который управлялся не только парусами но и паровой машиной на это пароход саванна затратил 26 дней а с 1838 года американские пароходы налаживают регулярные рейсы с европой надо же как-то перевозить эмигрантов в целом экономическое развитие сша характеризуется тем что северная часть страны в первую очередь была промышленной именно на севере страны развивается американская промышленность заводы и фабрики мануфактуры севера дополняются фермерскими сельскими хозяйствами в северных штатах сша распространяется вот это самое единоличное земельное владение американский фермерский путь а вот южные штаты свою экономику строят по-другому южные штаты это господство рабовладельческих плантаций в 1793 году замечательный американский механик элли уитни создал свою хлопко очистительную машину машина которая позволяла быстрее гораздо больших объемах обрабатывать хлопок хлопок 19 веке был крайне востребован это было сырье для многочисленных ткацких фабрик в первую очередь британских поэтому неудивительно что американские владельцы плантаций переориентировались если в 17 18 веке в основном на рабовладельческих плантациях где использовался труд негров рабов производили табак сахарный тростник то теперь господствует хлопок американские хлопковые плантации это главная часть экономики американского юга в 1800 году в сша производилась 22 тысячи тонн хлопка в год в 1835 году эта цифра выросла более чем в 10 раз 231 тысяча тонн хлопка произведено на плантациях рабовладельческого юга сша в 1859 году 981 с половиной тысяча тонн почти миллион тысяч тонн хлопка произведено на плантациях сша 80 процентов этого хлопка отправлялась за рубеж отправлялась в англию и естественно что владельцы плантаций использовавшие почти бесплатный труд рабов получались сверх прибыли парадокс но еще в 1809 году ввоз рабов негров в сша был запрещен правда это не остановило американских плантаторов юга которые продолжали использовать рабский труд на помощь пришла контрабанда ежегодно до 15 тысяч африканских рабов тайно незаконно ввозились сша кроме того некоторые плантаторы не все но некоторые сообразили что рабов можно разводить как скот и превратили свои плантации в такие питомники по выращиванию новых рабов чернокожих которые должны будут собирать хлопок сахарный тростник табак и так далее если в 1790 году в соединенных штатах насчитывалось 760 тысяч негритянских рабов то к 1860 году их по разным оценкам было от четырех до четырех с половиной миллионов человек правда не надо думать что все белые люди на юге были владельцами огромных плантаций нет только каждая четвертая семья южан американцев имела рабов и крупными реально крупными сверх высокодоходными плантациями где использовался труд более 200 рабов обладали всего лишь двести пятьдесят четыре американских семей но вот эти вот двести пятьдесят четыре семьи были не только элитой рабовладельческой элитой южных штатов сша нет они были примером для всех остальных белых жителей южных штатов каждый из которых мечтал что он тоже заведет себя плантацию добудет рабов и будет получать сверхприбыли сознание белых американцев 19 века это создание насквозь полностью расистское белый человек это настоящий человек а индейцы негры латиноамериканцы и даже кое-какие европейцы понаехавшие из европы это люди по сути дела второго сорта а для фермеров севера такую же роль как хлопко очистительная машина уитни сыграла знаменитая жадка механика сайруса маккормика фермеры сша почти не использовали труд рабов для этого нужны были слишком большие плантации чтобы труд рабов был выгоден поэтому либо своими руками обрабатывали землю либо использовали наемный труд и вот здесь механизация сельского хозяйства использование этой механической жадки которая позволяла собирать урожай было очень и очень большим подспорьем богатая плодородная земля и механизированный труд позволяли получать высокие урожаи госсекретарь сша в 60-е годы 19 века уильям сьюард даже как-то высказался что благодаря изобретению маккормика линия цивилизации каждый год сдвигается на 30 миль западнее каждый год на 30 миль западнее продвигаются и продвигаются американские фермеры занимая все новые и новые земли разница в экономиках промышленного севера и рабовладельческого юга сша неизбежно должна была привести к конфликту юг имел безусловное экономическое преимущество потому что труд негров рабов очень и очень дешев поэтому предприниматели северных штатов проигрывающие капиталистическую конкуренцию рабовладельческому югу стали требовать отмены рабства правда не при этом они исходили не из каких-то моральных ценностей дескать рабовладение это безнравственно нет вопрос был чисто в экономической выгоде спор между рабовладельческим югом и промышленным севером сша грозил расколоть страну поэтому искали компромиссы в 1820 году был заключен так называемый миссурийский компромисс была установлена линия по параллели 36 градусов 30 минут северной широты севернее этой линии штаты должны были быть свободными от рабства южные штаты южнее этой линии имели право использовать рабский труд что касается новых штатов то они должны были входить в состав сша на принципах паритета равенства один свободный от рабства штат следующий штат который входит имеет право ввести на своей территории рабство долгое время рабовладельцы юга имели достаточно серьезных союзников на севере и это позволяло им сохранять свое и экономическое и политическое превосходство этими союзниками было во первых торговая буржуазия севера те предприниматели торговцы которые обеспечивали продажу хлопка из южных штатов в европу во вторых союзниками рабовладельцев южных штатов были фермеры как это ни парадоксально южные штаты еще не задавили фермерство на севере конкуренция была не очень жестокой а вот интересы у них были одинаковые и рабовладельцы южных штатов и фермеры штатов северных были заинтересованы в низких таможенных пошлинах на европейские товары в первую очередь машины которые ввозились в сша а вот американским промышленникам севера владельцам заводов фабрик мануфактур вот такие ввозные пошлины низкие были что называется нож острый потому что им приходилось конкурировать с дешевыми европейскими товарами и промышленная буржуазия сша выступает за повышение ввозных торговых пошлин именно вопрос о торговых пошлинах станет одним из главных вопросов который приведет гражданской войне в сша о которой мы поговорим на следующем видео уроке а пока несколько слов о политическом развитии соединенных штатов сегодня это может прозвучать довольно таки парадоксально но в девятнадцатом веке сша это действительно самая свободная и самая демократическая страна на планете земля в большинстве штатов сша был существенно снижен избирательный возраст были отменены имущественные цензы все белое мужское взрослое население с 18 а кое-где из 16 лет имела право участвовать в выборах понятно что это право распространялась только на белых на негров на индейцев право участвовать в политической жизни сша не распространялась главными проводниками политических идей в сша также как в европе в девятнадцатом веке становятся политические партии напомню политическая партия это объединение людей которые придерживаются определенные идеологии и которая устремлена к получению власти первая политическая партия создается в сша еще 18 веке в 1789 году знаменитый американский политик александр гамильтон создает партию федералистов но партия федералистов просуществовала недолго в первой половине 19 века главную роль на американской политической арене играет партия демократическая несмотря на то что она носила такое название демократическая партия создана она была в 1828 году это была партия американских рабовладельцев из южных штатов в ответ на это буржуазия севера создает свои партии для начала это была партия вигов которая представляла торговую буржуазии севера а в 1854 году промышленная буржуазия создает свою партию партию республиканскую эти партии боролись между собой в американском парламенте конгрессе боролись за кресло президента сша и на американских карикатурах 19 века очень часто можно увидеть изображение слонов и ослов слон это символ молодой республиканской партии осел символ партии демократической но разница была не только в тех маскотах животных которые представляли эти партии и не только в том какие слои общества эти партии представляли демократическая партия сша партия южных штатов выступала за слабую центральную власть и за сильную власть за политическую самостоятельность каждого отдельного штата республиканцы понимая что вот такая демократическая позиция угрожает развалом всего государства наоборот считали что центральная федеральная власть должна быть сильной вопрос о том что важнее власть конкретных штатов или общегосударственная федеральная власть станет тоже одним из важных вопросов в ходе гражданской войны сша а гражданской войне в сша мы поговорим на следующем видео уроке благодарю вас за внимание всего доброго уроке благодарю вас за внимание